Всем привет! На днях вам показывал камеру Canon. В последнем видео она была. Это вот такая вот была модель. А сегодня я вам покажу вот такую вот тоже камеру Canon. Модель MV20. Вертикального форм-фактора. Интересная камера. Вообще видео у меня с ней было где-то 4 года назад. Даже два видео было. Я ссылки прикреплю в описании. Было с распаковкой и было с очищением прорезиненного слоя, который был вот здесь вот. То есть вот эта поверхность была покрыта таким прорезиненным слоем. Ну в итоге с годами он превратился в пластилин и пришлось его снять. Сама по себе камера рабочая. На самом деле у меня их две. Вот точно такая же камера. Одна мне досталась с кое-каким комплектом. Не полным, но все-таки с комплектом. Вторая мне досталась чистой вот камеры. Без ничего. Даже без аккумулятора. Обе они рабочие. Одна из них в состоянии прямо великолепном. Вторая немного... Ну вторая немного пошелканная, скажем так. Видно, что ее пользовались. А одна вот прямо в идеале. Снимать будем вот на эту камеру. Ну и вторую, возможно, тоже как-то немного задействуем. С видеокамерой, как я и сказал, мне достался вот такой вот небольшой комплект. Не полный, но самый необходимый тут есть. А это вот такой вот зарядник, он же блок питания. То есть сюда можно установить два аккумулятора и можно через него подключить питание к самой камере. Вот такой вот проводок. В принципе, это для питания самой камеры. Вот это вот вставляется за место аккумулятора вот сюда. А вторая сторона подключается к блоку питания. То есть вот сюда. Вот такой вот пульт. Никто, похоже, им никогда не пользовался. Крышка отсюда не снимается. Она просто открывается. Прикольно. Пульт в идеале. Так, дальше у нас здесь лежит кассета. Кстати, я не могу понять, зачем она здесь лежит. Кассета Panasonic. Возможно, прислали мне с этой камерой и кассету. Вроде бы, насколько я помню, здесь была новая кассета. Ну, возможно, еще вот такая была. Я, честно говоря, не помню. Ну, пока ладно. Обычный провод питания. Провод для подключения к видоку или к телеку S-видео. У камеры вот здесь вот есть разъем S-видео. Вот он. И вот этот кабель сюда подключается. Еще один кабель для подключения к телеку или к видео. Такими вот RCA-разъемами. На этой стороне мини-джик. А с этой стороны три тюльпана. Один видео и два аудио. Также подключается вот сюда. Ну, и два ремешка. Два, потому что камеры две. И вот такие два ремешка. Вот с такими лого Кэн. А вот реально стало интересно, что на этой кассете, которая здесь лежала в комплекте, почему она у меня не лежит со всеми кассетами, а лежит здесь. Хотя вроде я все кассеты сложил отдельно. А давайте ее проверим. Посмотрим, ну, так ради интереса, что на ней записано. Тут прошлая запись владельцев этой кассеты. Хорошая, довольно-таки качественная запись. Обычно я такие кассеты не показываю. Ну, и если мне ее прислали, значит, ну, значит, ничего против того, что я ее показываю, не имеет. В общем-то, вот такая вот здесь запись. На самом деле камера очень офигенная. Она тоже может записывать без объектива, то есть может записывать с подключенной к ней через провод другую камеру или видеомомертофон. Можно подключить, и она будет записывать. Аккумулятор немного заряжен. Все вот эти вот детали очень прикольные. Все вот так вот здесь работает. Тут здесь у нас тоже переключатель. Переключатель сделан для того, чтобы чисто физически вот этот вот переключатель режимов нельзя было выше включить. То есть, если его убрать, можно включить выше. Если его поставить выше, уже включить нельзя. То есть, пользоваться только тем, чем удобно. Лампочка горит то, что у нас включен режим видео. Зеленая лампочка горит, когда включен режим воспроизведения. Ну, кассеты там сейчас нет. Здесь кнопки управления, перемотка, стоп, воспроизведение и пауза. Тут находятся разъемы DV, AV и S-видео. Здесь окошечко. Через него видно немного кассету. Динамик. Микрофон стерео, естественно. Здесь тоже кнопки управления. Вот это вот у нас управление по меню навигации. Само меню включается вот этой вот кнопкой. И вот эта крутилка, она с кликом. Экспозиция. Ручной или автоматический фокус. Здесь у нас переключатель на ручную или автоматическую съемку. Zoom. Вот такой вот выдвигающийся видоискатель. Видоискатель у нас цветной. То есть здесь видно, что он цветной. Включается, когда закрыт дисплей. Если дисплей открыть, видоискатель перестает работать. Можно его убрать. И вот работает дисплей. Здесь, кстати, лампочка, которая нам показывает, когда камера снимает. Она моргает. Здесь, скорее всего, окошечко для пульта. Ну, то есть сюда заходит сигнал от пульта. Судя по вот этому разъему, у камеры должна быть док-станция. То есть посадочное место, куда она втыкается. И, возможно, там туда тоже подключаются все провода. Но у меня док-станции нет. Удобно сидит в руке. Аккумулятор снимается вот так. Вот он сам аккумулятор. Вот так вот заряжается аккумулятор. Когда он полностью зарядится, то эта лампочка потухнет. А сейчас она моргает. И еще, когда уже будет практически подходить к концу зарядки, она будет моргать быстрее. Но все равно аккумулятор, конечно, слабый. Хватает его на 5-7 минут работы камеры. Поэтому мне придется опять снимать в условиях своего дома. Ну, так получается. Снимать буду вот на такую мини-диви-кассету. Зеленая TDK. Здесь записано 18 минут. Это еще видео осталось от прошлых владельцев этой кассеты. Естественно, это видео я не стираю. Я буду продолжать дальше записывать. Дальше она пустая. Ну, вот, запишу свое видео. Старое видео с кассет я не удаляю. Такая офигенная зеленая кассета TDK. Зеленая кассета TDK. Ну, вот, с этого момента и начнем. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 DimaTorzok. ДimaTorzok. 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 ДimaTorzok.